Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим одну интересную шашечную позицию, которая очень часто встречается в игре, и в которой есть 5 хитрых идей. Вот такая позиция. У белых есть 3 возможных хода. Самый лучший ход ЕФ2. Можно в этой позиции сыграть и ЕД2. После хода ЖС6 у белых очень слабая позиция, им придется аккуратно защищаться. Давайте рассмотрим сперва самый слабый ход ЖС6. После него черные захватывают большое преимущество ДЦ5. Надо нападать, черные меняются назад, и игра форсирована приходится к следующему окончанию. ЕД2, СБ6, ДЦ3, В5, ФЖ5. Черные закрываются. Белым надо играть ЕД4, единственный ход. Черные меняются назад. У белых снова единственный ход СД4. И на ход СБ6 надо уже жертвовать шашку. ДЕ5 и прорываться в дамки. Но черные также проходят в дамки, и белым надо аккуратно защищаться. ДЦ3, ФЖ7, СБ2, Ж8. И черные также ставят дамку. Надо играть СД2. Белые грозят поймать дамку черных, поэтому черным приходится закрываться. Тогда играем ДЕ3. Черные продолжают атаковать, играют БЦ5. Тогда играем дамкой на Ф6. То есть не даем поставить дамку, так как будет размен. И черные играют СБ4. Белые играют ЕФ4. И черные играют БЦ3. И вот в этой позиции, запомните ее раз и навсегда, очень также часто встречающаяся позиция, правильно жертвовать дамку. ФЕ7. Только этот ход ведет ничьей. Теперь играем АЖ7. И у черных есть два варианта. Если они ставят дамку, тогда происходит размен 2 на 2. Допустим, побили. Побили и ничья. Если черные, допустим, играют ДЦ5, тогда нападаем, надо отходить. И играем ФЖ7. То есть как бы черные не пошли, но им приходится ставить дамку на С1 лучше всего. Тогда играем Ж6. И размениваемся. И это ничья. Обратите внимание, что в этой позиции, если дамку не жертвовать, остальные ходы все проигрывают. Но разберем два возможных варианта. Если белые начинают двигать шашку, Ф4, тогда черные ставят дамку на С1. Белым надо уходить на поле АЖ4, как-то пытаться провести дамку вторую. Тогда черные играют на А3. И белым надо размениваться. Вот таким образом. Черные проводят вторую шашку в дамке. И возникает часто встречающееся окончание проводка шашки С1. Это выигранное окончание за черных. Кто не знает, как тут выигрывать, я подробненько разбирал его уже давненько. Так что ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Посмотрите, как здесь выигрывают черные. Так, если в этой позиции белые, допустим, как-то отходят дамкой, допустим, на А4 или на Д8, без разницы. Когда черные сразу же ставят дамку на С1, и снова возникает уже окончание проводка шашки С1. Как бы белые не играли, ну, допустим, сходили на Е1, побили на Ж5, снова возникает проводка С1, СБ2. Ну и белым лучше всего вести шашку на А6, чтобы еще посопротивляться. Если же вести шашку, допустим, на Д6, то, видите, черные здесь ее легко догоняют и съедают. И тут уже просто треугольник Петрова. Так, первое хитрое окончание. То есть, заметили, друзья, после хода Ж6 в этой позиции очень слабые варианты за белых. Также не очень хороший ход ЕД2. Здесь у черных тоже преимущество. Смотрите, допустим, ДЦ7, Ж6, СБ4, ФЖ5, БЦ5, ЕФ4. И у черных есть два атакующих плана. СБ4 и ФЕ5. Давайте рассмотрим оба. После хода СБ4, белым надо играть СД4, черные меняются назад, и белым надо жертвовать шашку. И меняться. ЖФ6. Черные нападают, и отходить нельзя. Это уже проигрывает. Черные просто успеют поставить дамку, и потом поймают дамку белых. Поэтому приходится отдавать вторую шашку, и ставить дамку. Это окончание ничейное. Сразу же говорю. Но здесь огромное преимущество у черных. Давайте разверну, чтобы показать интересные варианты. Здесь, кстати, очень многие варианты проанализировал международный игросмейстер Юрий Королев. Как посмотрел его бесплатный урок на Ютубе, классное окончание поднял. Международный игросмейстер. Сперва играем дамкой на Ж3, то есть не даем поймать свою дамку, и не даем напасть на шашку С7. Ну, белые, допустим, просто бегают по большой дороге. Теперь выдвигаем шашку С7 на Д6, белые продолжают двигать дамкой по большой дороге, и переводим дамку на поле А7. Теперь переводим дамку на поле Б8, и вот тут у белых уже возникают вопросы. А куда ходить? Например, проигрывает ход дамкой на Д4. Черные просто отдают шашку и играют БЦ3. То есть какая тут идея? Проводим вторую дамку, затем размениваем дамку на шашку, проводим эту шашку в дамке, и возникает снова окончание проводка шашки С1, которую ссылочку я вам оставил в начале ролика. То есть это выигрыш. То есть как тут играть? Ну, допустим, белые играют на Ф6. Тогда играем уже ДЦ5. Допустим, белые уходят на Х8. И вот тут у черных очень классные ловушки есть. То есть если вы играете в Блиц со своим соперником, скорее всего за черных вы его выиграете. Смотрите, играем ФЕ7. И вот тут уже на самом деле непонятно, как играть белым. То есть, допустим, если просто отойти дамкой на А1, это уже проигрыш. Играем ЕД6 и стоит угроза, видите? Поэтому надо уходить дамкой, допустим, на Х8. Ну, дамка все равно ловится. Играем БЦ3, затем СД4. Ну и черные легко побеждают. То есть сюда отходить нельзя. Если, допустим, сыграть шашкой, ХЖ7, тогда черные занимают большую дорогу. И в ответ на постановку дамки уже просто ее ловят. Ну и также легко выигрывают. Еще возможен ход СД2. Здесь выигрыш также простой. Просто нападаем на шашку Д2. Ну, белым надо вести шашку в дамке. Ну и когда белые ставят дамку, ловим эту дамку. И возникает легко выигранное окончание. Переводим дамку на А7. Затем подводим шашку на С5. Ну и где бы белые не находились, мы их легко ловим. То есть белые обязаны покинуть большую дорогу. Тогда мы проводим все четыре шашки в дамке. Если они защищаются по большой дороге, тогда мы их ловим. АБ2 и БЦ3. Ну и побеждаем. Ну и, наконец, как правильно защищаться вот в этой позиции, друзья. А правильный ход здесь только АЖ7. Только он ведет к победе. Но черные продолжают давить. Играют ЕД6. И вот здесь проигрывает напрашивающийся ход. ЖФ8. То есть белые хотят провести вторую шашку в дамке и вроде бы достигают ничьей. На самом деле это не так. Черные играют БЦ3. Допустим, АЖ7. Затем играем Б2. Белые ставят вторую дамку. Но оказывается, это выигрыш черных. Они ставят дамку на А1. И видите, грозят поймать дамку Ф8. Если же белые отойдут, допустим, на А6, тогда они ловят дамку А8. А8 ходом СД4. Поэтому белым остается играть только ФЖ7. Они сдваивают дамки. Но тут все равно выигрыш у черных. Отдаем одну из шашек СД4. И бьем, допустим, на Ф6 или Ж7. И дамка белых бесславная. Обе дамки белых бесславно гибнут. Черные побеждают. Вот такие интересные ловушки. Есть у черных в этой позиции. Но все-таки ничья у белых была. Для этого надо было найти труднонаходимый ход СД2. Белые попадаются на удары. Видите, то есть отдаем, допустим, АБ2. Побили. Сюда, допустим, СД4 побили. Вроде бы поймали дамку белых. Но приходится бить шашку Д2. И белые успевают пройти в дамки. Вот это анализ, идея международного гроссмейстера Юрия Королева. Очень красиво. Так, это первая идея. Перевернем позицию. То есть очень сильно атаковать в этой позиции СБ4. Но не менее сильно могут атаковать черные после хода ФЕ5. Это уже идея международного гроссмейстера Владимира Скрабова. Белым надо меняться ДЕ3. И черные атакуют. Играют ДЕ5. У белых единственный ход ФЖ3. И вот здесь черные проводят очень красивую жертву. АБ2. Обратите внимание, что бить вперед нельзя. Из-за несложной комбинации черных. СБ4. ЕФ6. И черные бьют 5 шашек. И побеждают за счет треугольника Петрова. Проводят все 3 шашки в дамки. И легко выигрывают. То есть бить вперед нельзя. Остается бить только назад. Тогда черные нападают. И вот здесь нельзя делать напрашивающийся ход. ЕФ4. Он проигрывает. Потому что черные играют СБ4. И легко выигрывают. На АБ2 или СБ2. Без разницы. Они играют. Допустим СБ2. Играют БЦ3. И затем проводят шашку в дамки. Лучше на поле Е1. Ну и тут у белых два варианта есть. Если БЦ3 играют белые. То есть видите сюда бить нельзя. Так как белые еще выигрывают. Ну просто бьем на Б2. И затем на Ф6. И легко побеждаем. Если же белые допустим здесь закрываются. Просто отдаем шашку ДЕ3. И выигрываем. Белые еще сопротивляются. Отдают шашку АБ4. Играют ЖФ6. Ну просто отошли. Белым надо отжертвовать еще одну шашку. И тут даже до треугольника Петрова не доходит. Просто жертвуем дамку. И побеждаем. Так. А как же защищаться правильно в этой позиции? После нападения правильно отжертвовать обратно шашку. Она у нас была лишняя. И меняться на поле Ф6. Ну и далее. Возможно такая игра. Черная игра СД4. Нам надо ломиться в дамки. И черная ставит дамку на Е1. Также ставим дамку. Черным надо отходить. И вот здесь важно не бегать дамкой по полям. А Б2 и Х8. Тут еще черные могут очень много ловушек поставить. Тут можно достичь ничьей довольно быстро. Играем АБ2. Допустим черные переводят дамку на Ж3. И играем БА3. Грозим разменять шашку А5. Поэтому черным приходится играть на Д6. Тогда играем СБ2. У черных единственный ход Е2 допустим. Тогда играем БЦ3. Ну и после постановки черными дамками. Размениваем шашку черных А5. Затем отдаем шашки А3 и А6. Чтобы черные не могли ставить ловушки. И это также ничья. Вот, друзья, эта жертва принадлежит международному гроссмейстеру Владимиру Скрабову. Как видите, после хода ЕД2 черные владеют безраздельным преимуществом. И у них есть два классных атакующих плана. Поэтому в этой позиции лучше всего играть ЕФ2. Это точный ход. Теперь у черных есть три хода. ДЦ5, ФЖ7 и ДЦ7. Давайте рассмотрим их все. ДЦ7 уже проигрывает. Обратите внимание. Играем СД4 и выстраиваем колонну. То есть, такого хода нет из-за банального ДЕ5. Остается играть только АБ4. Тогда играем Ж6. Оставляем колонну в действии. Ну и у черных есть два плана. Если они играют СБ6, здесь не надо играть ДЕ5. Можно просто провести красивую комбинацию и выиграть. Поставьте видео на паузу и найдите выигрыш за белых. Комбинация не сложная, но симпатичная. Играем СБ2. Затем ДЕ5. Бьем две шашки. Ловим дамку черных. Ну и выигрываем. Не сложно, но красиво. Так, если в этой позиции черные жертвуют шашку, как-то сопротивляются, нападают за тем. Закрываемся ФЖ3. То есть, видите, сюда отходить было нельзя. Там еще проиграть можно. Просто закрываемся ФЖ3. И на СБ6 играем ФЖ5. Точный ход. Теперь на любой ход ДЦ5 или БЦ5, тут без разницы, уже проводим комбинацию снова выигранную. Играем ЖФ6. Приходится бить на Ж7. Затем СД2. Затем ЕФ4. И белые побеждают. Так, разобрали ход ДЦ7. Проигрывает. Также в этой позиции есть ход ДЦ5. Тут возможны прикольные варианты. Играем СД4. Нападаем. И черным надо играть СБ4. Белая играет Ж6. И вот здесь у черных есть два варианта. Например, проигрывает ход ЕД6. Напрашивающийся, но слабый ход. Также поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белый. Белые проводят комбинацию СБ2. Пропускают черных в дамки. Затем размениваются 2 на 2. И ловят дамку черных. И выигрывают. Например, как было в партии Юрия Кустарева и Юрия Харченко 1954 года. То есть выяснили ЕД6 плохо. А спасал черных в этой позиции вот такой ход. БЦ3. Надо пожертвовать шашку. И теперь зафиксировать неудачное расположение белой шашки Б2. Теперь у белых есть два плана игры. Ну, проще всего уравнять позицию от жертвы в шашку ходом ФЕ5. И партия постепенно закончится ничью. Но кто умеет играть в шашки хорошо, кто понимает игру, может и не жертвовать. Может сыграть более хитро. Играем ФЖ5. И ловим черных уже на ловушку. Например, проигрывает напрашивающийся ход ФЕ5. Тогда играем ФЖ3, точный ход. И на любой ход, ну допустим ЕД6, снова проводим комбинацию. Играем ЖФ6, затем СД2, затем ЕФ4. И также это положение выигранное. Ну, здесь уже сами разберетесь, я надеюсь. Хе-хе-хе. Как выигрывать. Так. Ну, а все-таки в этой позиции вместо хода ФЕ5 он проигрывает черные, могут сыграть ДЦ7. А вот здесь уже белым надо играть аккуратно. Если они будут играть небрежно, допустим ФЖ3, уже побеждают черные СБ6. И несмотря на лишнюю шашку, белые проигрывают. Допустим, ЖФ4, БА5. Ну, на ход ЕД4 черные просто заходят в любки. Белым надо играть ФЕ5. Ну, тогда побили, побили. И черные побеждают. Если же белые в этой позиции, допустим, меняются вот таким образом. Вернее, жертвуют две шашки, и затем меняются вот таким образом. Здесь черные также легко побеждают. Играем АБ2. Белым надо меняться. Черные ставят дамку. Надо жертвовать шашку. И черные разменивают свою дамку на опасную шашку белых Е7. И также легко побеждают. Так, если в этой позиции, допустим, белые пожертвовали бы, сыграли ЖФ6, ну, у черных здесь также легкие выигрыши. Ставим дамку на Ж1. Ну, и на ход ФЖ7. Просто нападаем. Ну, и легко выигрываем. То есть на ход СД2. Поменялись и выиграли. Понятно. То есть, друзья, в этой позиции ход ФЖ3 проигрывает. Правильно отдавать шашку обратно. БЦ3. Теперь у черных тоже большое преимущество. Они играют ЕД6. Ну, допустим, ФЖ3. ДЦ5. И вот здесь найти ничего за белых не так-то и легко. Например, проигрывает напрашивающийся ход ЖФ4. Это шаблонный ход, и он проигрывает. Смотрите, СД6, ФЖ5, ФЕ5. Комбинации тут за белых нет, и им приходится меняться. И вот это уже выигрыш черных. Допустим, ФЕ5, ФЖ3. СД4 или СБ4, без разницы. Белые жертвуют шашку и надеются еще на ничью. То есть позиция похожа на ту позицию, которую мы видели в начале видео. Но на самом деле здесь побеждают черные. То есть надо играть белым СД2. Тогда черные играют АБ2, и здесь, оказывается, ничьи нет. Например, на ход ДЕ3 черные отдают лишнюю шашку и ставят дамку на С1. Ну, и легко побеждают. Условят дамку белых и выигрывают. Если же в этой позиции белые, допустим, играют на Ф6, ну, можно снова поставить дамку на С1. Ну, и тут неважно, куда сыграют белые. Если они сыграют на Ж5, тогда бьем аккуратно на Е3. И проводим вторую шашку в дамке. Снова возникает известное нам уже окончание проводки шашки С1. И черные побеждают. Если же белые в этой позиции, допустим, играют на А4, тогда бьем уже на Ф4. Ну, и снова проводка шашки С1. Это окончание за черных выигрывает. Разобрались. Ход же Ф4 проигрывает. Правильно играть Е4. Ход кажется несуразным, но на самом деле несет в себе глубокую идею. Белые ставят черным комбинационные угрозы. То есть, какие есть ходы? Ну, допустим, на СБ4 можно сыграть ФЖ5. Какая идея? То есть, на ход ФЕ5 мы уже проведем комбинацию. Так, так, так и так. Ну, к сожалению, она не выигрывает. Это только ничья. То есть, черные заводят шашку на А3. Затем играют СД6 и ФЕ7. И отдают две шашки и успевают прорваться в дамки. Так. Если же в этой позиции черные, допустим, закрываются ФЕ7, тогда играем ЖФ4. Ну, и на ход БЦ3. Белые жертвуют шашку. Меняются. ЖФ6. И потом проводят обе шашки в дамки. Эта позиция также ничейная. Так, разобрали СБ4. Если черные играют СД6, тогда нападаем ФЖ5. То есть, на ФЕ5 снова грозим провести комбинацию вот такую. Тут еще, кстати, можно ловушки посмотреть. Смотрите, допустим, сюда. 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 И сюда. Вот тут ловушка есть. Обратите внимание. То есть, черные, если сразу же отдадут две шашки, то они проиграют. На ход АБ2 возникает ловушка, так называемая распутия. Играем дамкой на Е5. И черным некуда ставить дамку. То есть, если ставят на С1, мы ее ловим таким образом. И это выигрыш. Если ставят дамку на А1, тогда выигрываем с помощью, так называемого, столбняка. То есть, видите, дамка белых и черных смотрит глаза в глаза. И черные проигрывают. Поэтому в этой позиции, конечно, правильно играть ДЦ5. Ну и затем уже на любой ход белых просто отдать две шашки. И вот здесь уже белые, к сожалению, победить не могут. Это ничья. Такие ловушки тоже возможны. Так, ну если в этой позиции черные играют ФЕ7, тогда играем ЖФ4. Ну и после хода ЦБ4 белые проводят комбинацию. То есть, играем АЖ7. Затем ЦБ2. Затем Ж6. Ну, это позиция ничейная. Тут еще черным надо играть аккуратно. Так, разобрали. Вот эту позицию. После хода ДЦ5. ДЦ7 проигрывает. После ДЦ5, возможно, интересная игра из-за белых и из-за черных. Но в партии Койфман-Доска 1973 года черные сыграли ФЖ7. Наиболее точный ход. То есть, видите, если теперь белые нападают Ж6, черные также нападают. И остаются с двумя лишними шашками. Компьютер, конечно, показывает тут, что окончание ничейное. Но у черных две лишние шашки. Так играть, конечно, за белых не хочется. Тут белым надо будет аккуратно обороняться. Поэтому в этой позиции есть классный ход. ЕД4. И вот в партии Койфман-Доска черные ошиблись. Они сыграли ДЦ7. И белые провели очень красивую и эффектную комбинацию. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти выигрыш за белых. Белые начинают и выигрывают после кода ЦБ2. Загоняют черных к дамке. Затем отдают еще две шашки. И ловят дамку черных. И вот в этой позиции надо тоже правильно побить. Выигрывает только бой шашкой А4 на поле Б6. То есть, бьем сперва вот таким образом. Черные бьют дамку белых. И затем уже добиваем окончательно черных. Вот именно так и было в партии. Очень красиво. Но все-таки, друзья, справедливости ради отметим, что после ЖА6 у черных была ничья. Белые меняются. Допустим, ФЕ5. Ну и здесь все форсировано приходит к ничейной позиции. Допустим, ЕД6, ЕФ4. ДЕ7, ФЕ3. Допустим, СД2. А, ДЦ5 разменялись. Играем СД2. Ну и на ход ЦБ6. Белым, конечно, проще всего разменяться. ХЖ5. И это позиция ничейная. Если же белые тут начнут мудрить. Сыграют ЕД4. Они могут доиграться до проигрыша. Черные играют ЕД6. И вот здесь единственная ничья только после жертвы. ХЖ5. И ДЕ5. Здесь черные победить не могут. То есть, если они отойдут. Белые проводят вторую шашку в дамке. И это ничья. Если же черные, допустим, играют ХЖ5. Присоску так называемую ставят. Тогда бьем на Х6. Ну и здесь также ничья. Ну, допустим, ХЖ3, GH8. ЖФ2. Здесь белые делают точный ход. СД4. То есть, хотят разменять шашку в Б6. Ну и тут, возможно, два варианта. Если белые ставят дамку на Е1. Тогда белые меняются вот таким образом. Жертвуют шашку. И разменяют шашку в Б6. И черные победить не могут. Потому что белые владеют большой дорогой. Это только ничья. Если же черные, допустим, играют на А5. Ну, тогда тоже простая ничья. Отдаем шашку. Затем вторую. Ну и также белые достигают ничьей. Вот это позиция ничейная. Запомните. Но если белые играют ДЕ3. Вот здесь уже побеждают черные. Позиция также очень часто встречается на практике. Поэтому покажу, как правильно тут выигрывать черным. После хода ДЕ3, отмечим его красным, черные выигрывают. Играют Б5. Белым надо жертвовать АЖ5. И белые пытаются прорваться по центру. А у них это получается. Но они теряют очень много шашек. Вот здесь, видите, нападать бесполезно. Белые пойдут в дамки. Поэтому черные предварительно жертвуют обратно шашку. И нападают. Отходить, видите, нельзя. Так как черные выиграют. Поэтому белым приходится жертвовать шашку. ЕД4. Ну и от окончания, выигранное за черных. Например, ФЕ7. Ведем шашку А3 в дамки. Но белым надо успеть провести шашку Д4 в дамки. Иначе у них будет проигрыш. Не играть ДЦ5. Допустим, поставили на А1. СД6. И здесь черные все-таки побеждают. Разменивают дамку белых. Ну и допустим, на ход ДЕ7 ставят дамку на Е1. Ну и после хода Е8 ставим дамку на С3. То есть, видите, такого нападения нет. Потому что здесь действует правило шестой горизонтали. Черные ловят дамку белых. Ну и успевают победить. Если же белые, допустим, играют на С5. Это окончание я уже как-то разбирал. То есть, помните, здесь выигрыш у черных. Допустим, играем на Ф6. Ну и у белых есть два варианта. Если они играют на Ф2. Тогда ведем шашку А3. И после нападения закрываемся. Допустим, еще раз напали, отошли. Ну и все. Черные успевают провести все три шашки в дамке. Затем строят боевую позицию и побеждают. Кто не знает, как строить боевые позиции, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Ну и второй вариант. Если белые, допустим, играют на Ф8. Тогда играем на Е3. Снова, видите, нет нападения. Потому что будет петля. Ну и на ход HG3. Здесь уже можно просто сыграть ЕД2. И после нападения белых, просто нападаем с поля Е1. И черные побеждают. Если вам понравилось данное видео, поставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы, если что-либо непонятно. Отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Продолжение следует...